итак смотрите внимательно даже если здесь даже если здесь есть какие-то очень крутые уровни очень крутые уровни нельзя торговать этот инструмент потому что вас разорвут посмотрите внимательно размер стопа таких инструментов нужно обязательно ждать затухание волатильности на это не обращайте внимание это скорее всего проблемы поэтому только ждать затухание волатильности дальше вот инструмент вам показал нижнюю границу и вот верхняя граница то есть мой совет один ждать только затухание волатильности это пяти минуты если на пяти минутки бары по доллару по полтора туда нельзя ни в коем случае лезть бары вот такие вот должны маленькие и следующая бумага давайте поставим что там у нас было трип и трип гораздо лучше смотрится видите трип гораздо лучше смотрится вот у трипа сейчас если он пойдет пробивать свою самую высокую точку вот она это насколько получается 1829 его можно брать видите вот трип вот трип зашел сейчас обратно в лунговую зону вот триполонговая зона то есть первое еще раз уровни второе наверное первое это волатильность если волатильность ну конечно можно почему нет но только если она сделает подтверждение сейчас нельзя покупать если она пойдет на пробитие хая тогда да то есть первое что обязательно нужно сделать это затухание волатильности то есть волатильность 2 инструмент должен иметь сильный уровень 3 надо зайти в какие-то сильные лонговые или шартовые зоны видите в чем у вас проблема то что я попытаюсь объяснить вы пытаетесь что торговать однако у вас нет обыкновенной теоретической базы запомните еще одну еще раз одной практика выходит из теории теории из практики не выходит вы знаете что вы пытаетесь сделать если это правда поставьте плюсики поставьте плюсики знаете что вы пытаетесь сделать вы пытаетесь вывести теорию из практики а надо все наоборот делать сначала теория а потом из нее выходит практика а вы пытаетесь начать торговать и пытать пытаетесь из этого что-то делать это работать не будет сначала теория потом практика вы не можете теорию вывести из практики не можете если у вас не будет теоретических знаний то вам понадобится очень долго времени потому что рынок в нем такое огромное количество деталей просто какое-то неимоверное количество деталей если вы эти детали не будете понимать да вот любого человека спроси что такое волатильность ну начну какую-то херню говорить а что такое околоуровневая волатильность да ни в одной книжке этого нету вы не понимаете да околоуровневую волатильность вывел я и там очень много вещей которые сейчас на рынке используются другими людьми вывел я этого нигде не было ни в одной книжке так вот если вы не понимаете что такое околоуровневая волатильность, да, то вы ничего сделать не сможете. Вот опять такой же вопрос, то же самое, вот идиотский вопрос. То есть видно, что человек вообще теорию не читал. В чем причина высокой волатильности около сильного уровня? Да причина предельно просто. Крупный игрок пытается собрать позицию и ему надо разорвать уровень для того, чтобы забрать вашу акцию. Все. Но вы не понимаете очень простые вещи, очень простые вещи и не можете двигаться дальше. Поэтому еще раз объясняю, сначала теория, потом практика. Не будет наоборот, ну не будет, да. Я понимаю, что не у всех есть деньги, но есть книжки, есть огромное количество бесплатных видео. Ну не жмотитесь, просто потратьте свое время. А вы думаете, сейчас открою там счет на 100 долларов, эти 100 долларов удачно просру, потом еще открою 100 долларов удачно просру и может чему-то научусь. Не научитесь. Не научитесь. Не научись. Не научись. Может быть, во многих. Не Alexis. Поехали. Не научитесь. Спасибо. Perhaps. Не получится.